Он уйдет не к колодцу, не к раковине и даже не в магазин за минералкой, а в банк. Именно там он хранит то, что для него ценнее воды в пустыне. Волшебный кубок, из которого не исключено. Когда-то выпивали жители далеких планет. Эта уникальная вещь мне попала в наследство от моего прадеда. Он передал мне и сказал, чтобы я его хранил. Что этого нет ни у кого на земле, что это оттуда, но значительно указал пальцем в небо. Дед Игоря, физик-ядерщик, привез странный кубок из экспедиции на подкаменную Тунгуску. Место падения самого большого и самого загадочного метеорита. С момента находки в 60-х годах и до своей смерти он пил только из кубка и прожил аж 102 года. Когда мы с ним разговаривали, была произнесена им такая фраза, что если бы он ему не в 60-летнем почти в возрасте попал, а хотя бы лет на 10 раньше, то наверняка он еще бы лет 50 прожил. Как выяснилось, кубок может не только продлить жизнь, но и спасти ее. 17-летняя девочка, единственная дочь Игоря, попала в страшную автокатастрофу. Многочисленные переломы костей, разрывы внутренних органов. Врачи настаивали. Лечиться минимум год. В Духевич внезапно тоже решил проявить характер. Пить лекарство дочь будет только из дедово кубка, на которое до того никто и внимания не обращал. Врачи говорили, что это инвалид. Но, тем не менее, за три недели практически я ее поставил. Не я, а вода из этого кубка поставила дочь на ноги. Выздоровевшая девочка поехала учиться, а Подухевич изучать. Отставной военный, не привыкший верить в чудеса, он хотел выяснить, владельцем чего в действительности оказался и как именно работает волшебный кубок. Десятки экспертиз ведущих лабораторий России, заключения научных институтов, мнения специалистов. Подухевич собрал целую папку, на которой впору ставить гриф секретно. На вес таинственный кубок грамм 250, на ощупь гладкой, комнатной температуры. Чем-то напоминает старинный фужер для вина. Сразу и не скажешь, что вещица – это внеземного происхождения. Впрочем, это научно доказанный факт. Кубок состоит из кремния внеземного происхождения. Другое соотношение изотопов. Это официальное заключение Новосибирского института геологии и минералогии и другие результаты анализов уже который год не дают покоя профессору Виктору Панюшкину. Ни с чем подобным химик с мировым именем никогда не сталкивался. Как ни перепроверяй, все исследования кубка показывают одно и то же. Материал на земле не встречается. Способ производства изделия неизвестен. Совершенно неизвестным нам способом это изготовлено. Есть на поверхности кубка узоры, которые нельзя со временем нанести. Еще более странные данные получены о воде, настоянной в течение нескольких минут в кубке. В ней буквально из ниоткуда появляется полтаблицы Менделеева. В этой воде появляется, как я уже говорил, медь, цирконий, молебден, элементы, которые изначально в материале кубка не присутствовали. Это совершенно необъяснимо. Это некий холодный синтез, который современная химия объяснить не может. Пока Виктор Панюшкин ломает голову над научной загадкой, Игорь Подухевич принимает паломников, которые, спасибо сарафанному радио, сотнями едут к нему со всей России. Попить из внеземной посуды и абсолютно бесплатно набрать воды, настойной в инопланетном кубке. Потом шлют отзывы, в которых сплошь чудеса. И маленькие, и большие. Я обварила ногу кипятком, варом. Я совершенно автоматически смочила кухонное полотенце водой, обильно смочила, и начала промокать. Ну, абсолютно на рефлекс, вот рефлекторно. Боль уменьшилась и вообще исчезла, пропала в течение получаса, ну, 40 минут. На утро Валдыря не было. Я был после операции, и силы как бы начали покидать постоянно. В течение трех дней я, конечно, пил там по несколько литров воды. Ну, и ощущение, конечно, сказалось мгновенно. То есть я уже через три дня, я уже чувствовал бодрость, все нормально. Между собой паломники называют кубок святым Граалем. В честь легендарной чаши, которую безуспешно искали средневековые рыцари. Вращая кубок в руках, можно увидеть причудливые трехмерные образы. У каждого свои. Но чаще всего люди видят странные темные неземные глаза. Что это? Игра света и тени? Или просто фантазия людей? Возможно. Но существование кубка из неземного материала – это факт. Как и то, что он был найден на месте Тунгусской катастрофы, где по одной из версий разбился инопланетный корабль. А значит, есть шанс на миллион, что для кого-то эта вещь дорога как память. И за ней когда-нибудь прилетят. Дарья Окунева, Олег Лапшов, Татьяна Матюшина. Краснодар, Москва. В центре событий. И на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, до следующего воскресенья. Центр всегда один. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова